80-летняя жительница, наша бабушка, пострадала из-за прорыва теплосетей. Фонтан горячей воды забил из-под земли ранним утром, когда все еще спали. Горячей водой залило квартиры близлежащего дома. Пострадали 4 человека. Их доставили в больницы. После осмотра одного из пациентов направили на амбулаторное лечение. Остальных госпитализировали. С зала текла сильная струя с камнями, со стеклом. Все разбилось. Ужас. Света нет. Свет сразу замкнул, отрубился. Представляете, 80 лет жительница. Какой стресс. Еще и ожоги получила. В 6 часов 10 минут и в 6 часов 15 минут в приемное отделение 4-й городской клинической больницы поступило 3 пациента. Пациентка 52 лет и 2 пациента 80 лет с термическими ожогами. Термические ожоги составляют 2% первой и второй степени стоп. Пациенты были осмотрены и госпитализированы в ожоговое отделение. Состояние пациента в средней степени тяжести стабильное. По словам медиков, оперативное лечение пострадавшим не требуется. В больнице они пробудут до 10 дней. Розия Киреева спаслась от ожогов чудом. Ей удалось выбежать на улицу. С просонья женщина даже не поняла, что происходит. «Я спала в это время. Сын разбудил. Вскочила. Дом весь в горячем пару. Даже не поняла, что произошло. Испугалась. Мы с сыном спешно выбежали на улицу. Там уже были соседи». На участке, где произошел прорыв, в усиленном режиме весь день работали люди в оранжевых жилетах. Горячую воду в многоквартирный дом удалось сдать ближе к 4 часам дня. Изношенная теплосеть отработала без малого почти 30 лет. «Эта теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1993 году. То есть это 27 лет. Предварительная причина этого порыва – это изношенность этой трубы. Такие трубы рассчитаны на 25 лет службы. Сегодня то, что происходит реконструкция, перекладка тепловых сетей, там используются новые совершенно так называемые предизолированные современные трубы, которые рассчитаны на 40 лет службы». С места аварии эвакуировали поврежденные машины. Адель Адилова утверждает, что паркует свое авто здесь вынуждена, так как нет стоянки близ дома. Сегодня утром ее машина оказалась в числе подтопленных. «Сегодня около пяти утра позвонили, сообщили, что взорвалась труба, тепловая сеть. Тут камни летели чуть ли не. Слава Богу, что в машине никто не находился, так как все дома были. Сейчас мы, как пострадавшие, около семи машин, ожидаем возмещения ущерба. Машины были недешевые, соответственно, все запчасти оригинальные». «Семь квартир, также повреждены и восемь автомобилей. Что касается квартир, сейчас принято решение, что все они, эти квартиры, будут отремонтированы за счет тепловых сетей, за счет предприятия. А ущерб, нанесенный автомобилем и их владельцам, будет выплачен через страховую компанию. То есть, скажем так, никто не останется без, так скажем, компенсации». Аким Баужан-Байбек дал поручение руководству предприятия «Алма-Атинские тепловые сети» выплатить компенсацию всем пострадавшим. Более 61% теплосетей в Алма-Аты изношены. За последние годы отремонтировали почти 2000 километров инженерных коммуникаций. В этом году построят и реконструируют еще свыше 600, в том числе 10 километров тепломагистрали. Салтана Шурай, Нуржан Уразбеков и канадки Гизбаев, телеканал Алма-Аты.